Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании TIGMIL и с вами я, Артур Идиатуллин. Сегодня пятница, мы обсуждаем с вами основные события экономические, которые у нас произошли на этой неделе, а также делаем некоторые предположения, что и как торговать, на что обращать внимание на следующей неделе. Собственно вчера у нас произошли два ключевых события этой недели, это у нас решение ЕЦБ и выпуск инфляции в США за май. Что касается ЕЦБ, то он разочаровал покупателей в евро, что собственно сегодня видно из вот такой вот реакции, где у нас европейская валюта обрушилась против доллара, что собственно вчера произошло. ЕЦБ у нас вчера заявил, что сохранит он высокие темпы монетарного стимулирования экономики до конца третьего квартала. Что такое монетарное стимулирование экономики? У ЕЦБ сейчас есть важная антикризисная программа, антикризисная мера, которая называется пандемическая программа скупки активов. У нее огромный размер и целый очень большими темпами скупает различные активы, преимущественно облигации с рынка. Для чего? Для того, чтобы держать процентные ставки, то есть стоимость заимствований на необходимом горизонте, нужное ему время и на нужном уровне. Собственно вчера ЕЦБ разочаровал быков, заявив, что оставит монетарное стимулирование в силе. Хотя ожидалось, что вот экономический подъем, который сейчас там происходит, вынудит ЕЦБ все-таки начать изменять риторику в пользу того, чтобы дать намек, что вот эта программа вскоре начнет ее сворачивать. Не получилось. И собственно вот эта формулировка, что до конца третьего квартала, это получается до конца лета, раз остается монетарное стимулирование на высоком уровне, значит никаких новостей, это будет полный штиль получается относительно новостей ЕЦБ до конца лета. Потом уже в сентябре, когда у нас будет заседание ЕЦБ, которое касается у нас прежде всего пересмотра монетарной политики, пересмотра, стратегический пересмотра монетарной политики, там уже будут соответствующие решения, соответствующие изменения в политике, которые будут касаться вот этой программы скупки активов. Что касается данных по инфляции, давайте посмотрим. Собственно 3,8% у нас базовая инфляция составила и доросла аж до 5% у нас широкой инфляции. Мы уже ранее с вами обсуждали на этой неделе, то что повышенные значения на самом деле они ничего не говорят, потому что как раз таки в мае в прошлом году можно видеть, что инфляция у нас достигала практически нуля. Очень низкая была инфляция, и когда мы в годовом выражении изменяем инфляцию относительно вот таких вот низких уровней, мы получаем очень высокие значения. Это называется эффект низкой базы. Что собственно и произошло. Вот эти высокие значения инфляции, они нам совершенно ни о чем не говорят. Так как вот сейчас инфляция, не сейчас, в прошлом году, после этого периода начала расти, ожидается, что и здесь мы увидим какой-то переход, вот так, в некоторую модерацию. Вот это нужно иметь в виду. То есть да, часть тут инфляции, это действительно подъем экономики, но другая часть, это чисто технический момент, технический фактор, который называется эффект низкой базы. Собственно стоит посмотреть, как у нас вчера отреагировали банды и доллар, два основных бенчмарка, два основных актива, которые реагируют на инфляцию сейчас. Собственно смотрите, на релизе инфляции вот здесь у нас выросла доходность 10-летних какночейских облигаций. Ну почему? Потому что когда растет инфляция, дальние банды, их поток платежей, он как бы будет быстрее обесцениваться из-за высокой инфляции. Поэтому они должны стоить дешевле, правильно, вот эти потоки платежей. Собственно цена этого банда снижается, доходность его растет. Но вот что удивительно, быстро очень рынок переваривает информацию, вот здесь вот такой вот скачок, и тут же мы уходим дальше вниз, снова у нас инвесторы заливают деньги в банды, снова они у нас входят в банды, и так вот, что мы доходим до минимума, не знаю, многомесячного минимума скорее всего мы доходим. Вот такая вот очень необычная реакция, которая напоминает, знаете, такой вот эмоциональный порыв. Да, вот здесь вот, да, высокая инфляция, высокое значение инфляции, которую мы видели, но потом преобладает у нас все-таки здравый смысл, здравое понимание того, что есть эффект низкой базы, будет постепенно инфляция замедляться, и, собственно, мы как бы, ну, поэтому банды не должны, поэтому нет смысла бежать из бандов. По евро-доллару, точнее по индексу доллара, давай сначала посмотрим. Сегодня мы видим вот такой вот сильный рост, который может говорить о том, что, так как на следующей неделе у нас есть заседание ФРС, часть участников рынка, она все-таки считает, что вчерашний отчет по инфляции вынудит ФРС задуматься о том, что, а стоят ли низкие ставки держать так длительно, на таком уровне, стоит ли КУЕ продолжать в таком текущем объеме. Вынудит ФРС задуматься, и вот она как бы даст участникам рынка вот эти намеки долгожданные, что КУЕ скоро они начнут сворачивать. Вот сейчас закладываются в долларе вот эти вот ожидания, вот это вот нужно иметь в виду. Если у нас на следующей неделе мы видим, что ФРС заявляет о том, что, сори, ребят, подождите пока с завершением КУЕ, майское усиление инфляции, это эффект низкой базы, не стоит его воспринимать близко к сердцу, давайте еще раз месяцок, парочку подождем, а точнее все лето подождем перед какими-то решениями. Если мы вот это сейчас получаем на заседании на следующей неделе, то можно будет ожидать, что мы вот здесь, вот этот весь рост, он у нас обнулиться, и мы снова перейдем к снижению. На мой взгляд, все-таки я вот вижу, что движение индекса доллара возобновится вниз, мы будем тестировать вот эту отметку в скором времени. Как раз-таки катализатором вот этого снижения, наверное, самым важным событием, которое повлечет снижение доллара, станет как раз-таки заседание ФРС на следующей неделе, потому что потом мы получаем все лето, там будет тишина, там будет сниженная волатильность, там будет нечего торговать, и в принципе, если вы посмотрите, как у нас действуют центральные банки, они никогда о важных решениях не объявляют летом. Они ждут конкретно, когда вот начинается торгово-рыночная активность, чтобы рынок нормально мог это переварить. Для этого нам нужны, собственно, рабочие месяцы, их так называем, летом, никто это не делает. То есть, если у нас на следующей неделе ФРС объявляет, что, сори, ребят, мы ждем скуе, мы не торопимся, никаких намеков пока нет. На мой взгляд, сценарием, дальнейшим сценарием по американскому доллару это будет снижение в сторону вот этих минимумов. Если у нас ФРС вот такие вот благоприятные вещи будет творить на следующей неделе. Также, также давление на доллар усилится при этом со стороны развивающихся валют. Почему? Потому что, как мы видим, политика дешевых денег четко дал понять, что сохранить ЕЦБ. Сейчас второй крупнейший центральный банк, за ним вот это также будет решение. Говорит, что будет сохраняться политика дешевых денег. Все лето у нас сниженная волатильность из-за пониженной торговой активности, плюс избыточная ликвидность в банковском секторе двух крупнейших экономик. Конечно же, это будет провоцировать керри-трейд. Естественно, будет погоня за доходностью, будут искать доходность, в частности, будут искать доходность на развивающихся рынках, где у нас сейчас центральные банки борются с инфляцией, в частности, это пара доллар-рубль. Ранее на этой неделе мы обсуждали и благоприятный очень технический сетап по паре. Давайте, собственно, посмотрим, о чем я говорю. Вот смотрите, у нас сейчас вот такая вот там картина развивается. Есть уровень 72-65, мы утыкались в него аж три раза, начиная вот с прошлого года, с августа. Никак не могли мы его пробить, и сейчас вот мы вот здесь вот его пробиваем. Вот такой вот технический пробой, на самом деле, на мой взгляд, является просто классическим. Классическим пробоем уровня поддержки, да, ословленный уровень поддержки, и тенденция в сторону от уровня поддержки, она дальше развивается. Вот у нас есть две ключевые цели по паре доллар-рубль, это 7,456807. Ранее на этой неделе мы обсуждали возможность повышения ставок центральным банком России, что, собственно, сегодня и произошло. Ну, сразу 50 базисных пунктов ЦВ России у нас прибавляет к ключевой ставке, и, конечно же, кэрри-трейд от этого испытывает большое облегчение, большую привлекательность получает у нас кэрри-трейд. В частности, в частности, если на следующей неделе центральный банк США, как я уже сказал, избегает у нас ястребинной риторики, у нас еще появляется дополнительный запас хода в паре доллар-рубль вниз. Почему? Потому что еще у нас медвежья риторика ФРС не полностью учтена. Здесь, вот здесь, учтена у нас сниженная волатильность, повышение ставок банком России, но пока еще, что касается ФРС, ничего не учтено. Поэтому продолжаем следить за тем, что скажет ФРС. Если там будет все спокойно, тихо, все, кэрри-трейдеры, естественно, забегают у нас в рублевые активы, сразу закладываются, и у нас, на мой взгляд, все лето пара доллар-рубль у нас будет проходить под флагом укрепления у нас в движении, вот с этими целями, по крайней мере, с этими целями. Вот это вот нужно иметь в виду. Привлекательная возможность у нас сейчас образуется по паре доллар-рубль, как раз-таки из-за того, что происходит у нас еще большее расхождение политик центральных банков, в частности, Банка России, и, например, потенциальность США. Вот это, собственно, нужно иметь в виду. Внимательно следим за развивающимися рынками, за активами в развивающихся рынках, потому что избыточная ликвидность крупнейших центральных банков у нас создает возможность получать прибыль при достаточно низком уровне риска. То есть параметры риск-доходность меняются в пользу как раз-таки развивающихся рынков из-за вот разной политики центральных банков. Вот это вот нужно иметь в виду, что у нас может произойти на лето. В общем, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, welcome под видео, буду рад их с вами обсудить. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, дизлайк, как-то отреагировать на видео, чтобы я понимал, что у вас, в каком у вас сложилось впечатление о наших выпусках. Не забудьте также подписаться, если вы хотите увидеть новые выпуски. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.